Сирена, а что случилось? День памяти. Сегодня день катастрофы. Да, сегодня день катастрофы. Мы уже как раз начинаем урок. И сейчас в Израиле звучит сирена. Звучит в Израиле сирена. День катастрофы. Видите, встали все машины. Все остановились. И минута сейчас идет день памяти, день катастрофы, день павших во всех войнах. Так-то. День памяти. Да, это сейчас началась, это была сирена сейчас в Израиле. День памяти катастрофы. День памяти катастрофы, что было убито в последней войне 6 миллионов евреев. Вообще безлинных людей, женщин, детей, стариков. Убивали страшно во всех странах Европы, никуда не выпускали. И это был, конечно, страшный момент в вообще мировой истории. Потому что, казалось бы, это всего 70 лет назад цивилизованный мир. Цивилизованный, да. И вдруг в этом цивилизованном мире одни страны не пускали просто. Америка. Все страны отказались. Те страны, которые могли пустить и спасти евреев, все их не пускали. А это была такая война между Исавом и Яковом, да. В свое время эта война началась. Исав хотел убить Якова еще в утробе матери. И вот эта война, она как бы вышла из духовной плоскости в материальную. 6 миллионов евреев было убито. А после этого начался уже завершающий этап исправления мира. Когда возникло государство Израиль. Евреи начали возвращаться в Израиль. Наконец-то. И мы видим, что за последние 70 лет... То есть, вот в мире так идет, да. То есть, чудеса, чудеса, они идут вот так одно за другим обычно. Идет вначале чудеса в минус. Чудо это, когда меняется привычный ход жизни, привычный ход вещей. И была вначале катастрофа. Это немыслимая трагедия. Это сравнить. Сейчас в мире погибло от коронавируса 150 тысяч человек, да. А это было 6 миллионов. 6 миллионов было убито просто, да. Женщин, детей, стариков. Это вообще было ужасно. И, значит, получается очень интересная вещь. Что... Но после этого пошло обратное чудо. И возникло государство Израиль после 2000-летнего изгнания. И за 70 лет государство Израиль стало одним из самых процветающих государств в мире. И вот сейчас, например, коронавирус. Израиль на первом месте по безопасности. Потому как сумело, сумело, смели справиться с этой эпидемией. То есть мы видим, что чудеса идут вот так вот. Одно за другим. Одно за другим. Вниз, вверх. Вниз, вверх. И то, что сейчас удивительно тоже идет в мире спад. Огромный спад идет экономики. Это значит, что вот сейчас на этом спаде что-то опять изобретут. Поднимется опять все вверх. И придет Машех. В скором времени, в наши дни мы увидим Машеха. И увидим новый какой-то мир, который вырастет на наших глазах. А для того, чтобы приблизить этот момент и быть к нему готовыми. Все-таки люди... Как бы каждый человек, он влияет на общее мировую картину мироздания. Влияет чуть-чуть и не сильно. Это знаете, как вот если едет поезд, едет поезд. И комар в поезде начинает подталкивать поезд. Примерно так большинство из нас влияет на мироздание. Что едет поезд и каждый человек, особенно когда он сидит и пишет возмущенный в фейсбуке какой-нибудь комментарий о действиях правительства мирового. Мирового, да? Или... Ну, то это смешно, конечно. Но... Но... На духовном плане... На духовном плане. Каждый из нас является стопроцентным... Стопроцентным ответственным за себя лично. И вот в этом духовном плане тот выбор, который делает человек каждую минуту, каждый час между добром, злом, между тем, как относиться к окружающим людям, близким людям, да? Между тем, как внутри себя рассматривать свою жизнь. Кто-то ведет в негатив, в минус, и он начинает внутри себя производить зло и наружу изливать зло. Кто-то идет в плюс, и он начинает внутри искать, а что хорошего есть? А вот что хорошего, за что я благодарен Богу, за что я благодарен жизни, за что? И он вдруг начинает выходить в плюс. То же самое он начинает вокруг себя распространять. Хорошо. Значит, и об этом как раз 9-й отрывок 13-й главы, куда мы сегодня подошли. 9-й отрывок 13-й главы звучит так. Ор цадетим исмах. Значит, ор это свет. Свет праведников будет радовать. Венер решаим и дак. Из свеча злодеев она погаснет. Говорит нам царь Соломон. И так как это Мишли, это примеры, которыми он хочет передать нам духовные законы на понятных примерах, то давайте вспомним, что он говорил про свет и что он говорил про свечу. Есть известный очень отрывок, по-моему, он в 3-й главе, в Мишли, он звучит так. Кенер-митсва. Значит, каждая заповедь, она свеча. В Тора, то есть учение, которое от Бога, как работает мир. Тора это Ор, Тора это свет. В Эдер-эхаим, путь жизни, или путь к жизни, или путь жизни. Тохаход-мусар. Тохаход это увещевание, мусар это еще более жесткое увещевание. То есть Бог ведет человека к жизни и по жизни через увещевание. То есть идет Тора это свет. Как может человек узнать о Боге? Как человек может соединиться с Богом? Только через Тору, через знание о Боге. То есть если человек не знает ничего о, например, возьмем Куала-Лумпур, то есть вот живет себе человек, никогда не слышал, что есть такое город, по-моему, это Куала-Лумпур или там есть Антигуа и Барбуда острова. Живет себе человек, он о них не знает. У него нет никакой вообще связи с Антигуа и Барбуда, нет возможности попасть на Антигуа и Барбуда, ни о чем. Потом он слышит название Антигуа и Барбуда, он говорит, это что, конфеты какие-то? Ему говорят, нет, Антигуа и Барбуда это два острова где-то. Он говорит, как интересно. И он начинает гуглить Витипедию, он смотрит карты, он сейчас может посмотреть какие-то фотографии. Потом он встречается с людьми, которые были на Антигуа и Барбуда. И он буквально в течение месяца, он может стать полным специалистом про Антигуа и Барбуда. То есть он видит. Потом он может сделать мечту попасть в Антигуа и Барбуда и обклеить себе комнату фотографиями этих островов. Потом он может мечтать об этом и он может сделать какую-то в своей жизни акцию, собрать деньги и попасть в Антигуа и Барбуда. То есть попасть в Антигуа и Барбуда можно только создав у себя в голове новую реальность. Я на этом примере хочу сказать, как человек взаимодействует с Богом. Вначале он узнает о Боге, потом он внутри создает с Богом связь, изучая о Боге, как Бог сотворил мир, зачем Бог сотворил мир, а что Бог хочет от мира. Это все называется Тора. Значит, поэтому Тора это как свет. То есть божественный свет входит в человека только через знание о Боге. И соединение с Богом происходит только через интеллектуальное размышление о Боге. Теперь чем отличается праведник от обычного человека? Это процентом того времени, которое он посвящает Богу. Обычный человек посвящает Богу 20 минут с утра. Обычный человек вообще не посвящает времени Богу. У него вообще нет на Бога времени. Обычный человек все время занят собой, своими какими-то делами, проблемами, потребностями и развлечениями. То есть он смотрит какие-то сериалы, фильмы, думает о себе, думает, что покушать и так далее. То есть обычный человек с Богом вообще не связан, у него нет связи. Потом необычный человек, человек, который хочет пробудить в себе свою духовную сущность, он начинает с Богом связываться по чуть-чуть. И он слушает уроки с 10 до 10.20, уроки Ваикра, потом может еще что-то посмотреть, книжку почитать, подумать. И у него в голове появляется знание о Боге. А праведник, праведник, он думает о Боге постоянно, он без остановки думает о Боге. Есть такая книга Шелхана Рух, это сборник законов, как надо жить, религиозные евреи. Его очень, ну то есть полностью там прописано от момента пробуждения, вся жизнь, полностью вся жизнь, малейшие детали, все здесь в Шелхана Рухе. Начинается Шелхана Рух с первого, первый закон, шевиси ошемлены гни тамид, всегда представляешь, что ты находишься перед Богом. Это клальгадоли, это огромное правило в жизни цариков, праведников. Праведник, он все время, он, его главная суть, главная ценность, главная в его жизни, это Бог. И он поэтому все время с Богом. И написано, свет праведников, ор праведников, то есть свет праведников, это девятый отрывок, и смах, он будет радовать. Почему он будет радовать? А представьте, какая жизнь у праведника, он все время с Богом. Он как царь Давид, который говорил, царь Давид же был праведник, он говорил, даже если буду идти долиной смерти, не случится зла, потому что ты со мной. То есть праведник, он как все время в домике, он все время с Богом. Он понимает, что есть у него вот этот скафандр, который по миру как-то двигается, да, тело, но это всего лишь такая внизу висячка, а он это душа, он с Богом, он все время думает про Бога, и праведник, он все время радуется, у него все время этот свет, он знает, что у него впереди, он прямо уже видит, он уже туда голову прямо засунул, грядущий мир, рай, вечная жизнь, и он такой цадик, он прям такой довольный, все время он радуется. Мало этого, если он настоящий цадик, праведник, у него прямо свет из него идет, и он как Wi-Fi, он распределяет свою радость на людей вокруг себя, он помогает, он делает добрые дела, он обо всех заботится вокруг себя, то есть цадик, он все время, он как бы, у него уже все хорошо, то есть он уже в полном, вообще в полном экстазе праведник, потому что у него есть вот этот свет божественный, и он этот свет распределяет на окружающих людей. Теперь, это как бы мы поговорили про свет, свет Торы, свет знания, который соединяет с Богом, Тора это свет, который не гаснет, дальше, дальше Бог, когда он дал Тору, он нам дал возможность, возможность соединиться с собой, выполняя заповеди, то есть, например, девушка, парень влюбился в девушку, просто, чтобы было понятно, например, он, она ему нравится, он про нее думает и думает, хорошо бы было бы, чтобы эта девушка стала моей женой, он узнает, вначале все идет в мыслях, потом он начинает, как он может девушке показать свою, что он хочет с ней соединиться в одну семью, значит, он девушке начинает намеками давать какие-то намеки, значит, он понимает язык девушек, и он ей дарит цветы, например, он ей дает цветы и смотрит, значит, то есть, это действие передачи ей растения с цветного растения расценивается, как соединение с девушкой, если она приняла эти цветы, процесс пошел, значит, Бог нам дал заповеди, и он сказал, это делай, это не делай, вот заповеди повелевающие, будешь так делать, мы с тобой, то есть, ты как бы по этим заповедям, мне понятно, насколько твое желание со мной соединиться, оно настоящее, выполняешь заповеди, отлично, а это запреты, вот тут Бог проверяет, смотри, это еда, хочешь креветку? Хочу, нельзя, и вот тут вот проверяется, или ты веришь в Бога, или ты не веришь в Бога, или ты хочешь быть с Богом, или ты не хочешь с Богом, то есть, когда ты преодолеваешь свое желание, и его убираешь ради желания Бога, или когда ты откладываешь свое желание, и вместо того, чтобы посмотреть фильм, выполняешь желание Бога, там, идешь проведывать больных, например, или еще что-то делать такое из заповедей, в этот момент ты как будто бы зажигаешь свечу, то есть, свеча, свет идет сверху, это божественный свет, это Тора, Тору можно только узнать от кого-то, выучить от кого-то, получить от пророков, получить от мудрецов, это как свет, который идет с неба, свеча, это ты должен ее зажечь, это действие, то есть, действие заповеди, это как свеча, теперь злодеи, они иногда тоже зажигают свечи, то есть, злодеи зажигают свечи, был такой, например, злодей, звали его Эскобар, Эскобар это был наркодилер, самый большой в мире, Пабло Эскобар, Пабло Эскобар, он миллиарды долларов зарабатывал на убивании людей, то есть, он лично убил около тысячи человек, он продавал наркотики, которые полностью это создавали, такую инфраструктуру, в которой были постоянные убийства, люди умирали и все, но Пабло Эскобар при этом, он построил целый город для бедных там, там, где он родился, и эти бедные, они просто, он для них был человек, который их спас, спас им жизнь, получается, что Пабло Эскобар, с одной стороны, он был преступник, он был злодей, прямо конкретный, конкретный, но он зажигал некоторые свечи добра, то есть, он зажигал вот эти вот свечи добра, говорит нам царь Соломон, свет праведников будет радовать и в этом мире, и в мире грядущем, свеча злодея погаснет, значит, злодей свечу зажег, и как он зажег эту свечу добрым своим делом, так же эта свеча гасится его преступлением, то есть, вот этого света, фитилечка, в который зажигает злодей, не хватит, чтобы перейти в духовный уровень, в духовный мир, то есть, этого не хватает, они гаснут, то есть, это очень интересно, я это читал у Веленского Агаона, что, что заповедь вот эта свеча и заповеди перекрываются, ты делаешь заповедь хорошую, делаешь преступление, они друг друга перекрывают, преступление может погасить свечу, но свет, который идет сверху, который тебя освещает, его погасить нельзя, это был 9 отрывок 13 главы, свет праведников будет радовать, и это еще и показатель критерий, или человек по-настоящему с Богом, потому что, если он по-настоящему соединился с Богом, если он верит полной верой, что Бог его любит и хочет ему только добра, то человек, естественно, будет только радостный, он понимает, что все в этом мире от Бога, Бог его любит, Бог ему хочет только добра, и он, Бог управляет миром, и он полагается, человек верующий полагается на Бога, что будет и завтра хорошо, и послезавтра хорошо, и всегда будет хорошо, А если кажется, что нехорошо, в этот момент верующий человек, он говорит, путь к жизни это увещевание и наставление. Он говорит, если мне сейчас нехорошо, Бог меня сейчас учит и воспитывает, дает мне наставление, увещевание, которое должно меня вывести к жизни. То есть и человек верующий, он задумывается, проверяет свои дела, есть известная в Талмуде брохот, есть известная технология прямо, если пришли страдания к человеку, он должен проверить свои дела. Он должен проверить, что я делаю неправильно. Дальше проверил. Обычно человек может найти в себе тот, знаете как, человек видит в чужом глазу соринку, в своем бревно не замечает. Но все-таки, если человек поищет, он может заметить это бревно, которое привело его к страданиям в его личной жизни. Если же он не заметил, Талмуд говорит, тогда переходим ко второму этапу. Ты учил мало Тора. И за Торы. Как? Что за Торы наказание? Нет, вообще не наказание, а ты не знаешь, какие твои действия запрещенные, какие разрешенные. Иногда человек делает страшные вещи, думая, что он делает добро. И он просто живет в системе координат, которые его обманули. Ему сказали, что смотри, например, иди на парад гордости, это добро, ты поддерживаешь нечастных гомосексуалистов. С другой стороны, он провоцирует то, что появится еще там 10 тысяч людей, которые это сделают только из-за моды, и они подумают, что это сейчас, это нормально. То есть, и многие люди, хорошие и добрые, они как бы думают, что добро, то есть, их обманули. Им сказали, что то, что зло, то, что настоящее зло, то, что Бог назвал злом, оно добро. Понятно, да? Поэтому, еще раз, технология. Если к человеку пришли страдания, он должен проверить свои дела. Проверил и не нашел, где он ошибается, за что к нему пришли страдания, он тогда мало учил Тора. Он должен изучить божественную систему, за что Бог вообще посылает на людей страдания. Вот такая технология. Хорошо. Значит, девятый отрывок мы изучили, сейчас изучаем десятый отрывок. Переходим к десятому отрывку. Десятый отрывок, он звучит так. Рак, безадон, итен, маца. Веэт, ноацим, хахма. Значит, переводится так. Только безадон, задон, это такая злоумышленная, многоходовая комбинация. Это задон. То есть, когда человек осознанно, злоумышленно мутит какую-то, есть такое слово, мутит, какую-то делает комбинацию, то итен, маца, возникает, маца, это ссора уже близкая к тому, чтобы избить. Значит, возникают такие жесткие конфликты, когда каждая сторона пытается доказать свою правоту, используя для этого любые средства. И вот этот вот задон, когда человек вот упертый в своей какой-то комбинации, возникает конфликт. Веэт, ноацим, хахма. А у советующихся, хахма это мудрость. Значит, а как же жить тогда? Как жить в этом мире, когда у людей разные мнения? Каждый пытается добиться своего. Как же жить? Значит, здесь есть, царь Само нам советует идти путем советоваться с теми людьми, для кого божественная мудрость, она самая, это самое главное. Значит, вот есть, например, конфликт в семье. Или конфликт между компаньонами-партнерами. Или конфликт между иногда родителями и детьми. Был такой очень интересный случай, мне рассказывали, что миллиардер, Элигорн, его звали, Элигорн, он миллиардер, и он заработал несколько миллиардов долларов, потом ему за 70 лет, и он решил все деньги раздать, которые он заработал. А дети, они говорят, папа, как же так? Ну, мы на что-то рассчитывали тоже. То есть, они были не согласны, и жена была не согласна. Обычный человек, он бы начал ругаться, скандалить, все. Он говорит, секундочку, я почему хочу деньги раздать на благотворительность? Потому что я всю жизнь хотел заработать, хотел как лучше, хотел заработать на этот мир. А теперь я иду в следующий мир, и я хочу с собой забрать то, что я заработал. И я хочу туда прийти богатым духовно, с добрыми делами. Я хочу за все эти деньги раздать, значит, на благотворительность. Что здесь плохого? Значит, дети говорят, ну, папа, смотри, ты почему хочешь раздать на благотворительность? Потому что Тора так говорит. Давай пойдем к раввинам, посоветуемся, правильно ли так сделать, неправильно так сделать. Пошли к раввинам. Раввины говорят, вы знаете, это не совсем правильно так делать, потому что это семья, это жизнь. В общем, раввины сказали, что будет правильно, вот эти советники, ему раздать 60% своего богатства, миллиардов раздать. И посоветовали ему это сделать самостоятельно. И вот он последние несколько лет занимается тем, что он раздает своих там несколько, получается, миллиардов долларов на все благотворительные проекты. Это яркий пример того, что когда возникает конфликт, то по-простому каждый человек пытается доказать свою правоту. Но есть другой путь, значит, пойти к людям мудрым, советникам, для которых самое главное это служение Богу, у которых нет личных интересов. И они помогут, помогут своими советами выйти из практически любой ситуации. И еще у меня любимый способ, я когда-то на роде Тора у Рависка Казильбера слышал, как его метод, который он советует, как очень тоже такой таранический метод. Он рассказывал, не он рассказывал, это в Торе есть такая история, что Бог сказал Маше Рабейну назначить 70 старейшин. Чтобы было из народа Израиля выбрать 70 великих людей, мудрецов, которые будут как бы совет старейшин. Это было после исхода из Египта. Маше Рабейну что сделал? Он из каждого колена, было 12 колен, он выбрал по 6 человек, чтобы никто не обижался. И получилось 72. Теперь кого убрать? Кого убрать, если 72 человека, а надо 70, Бог сказал 70. И что сделал Маше Рабейну? Знаете, что он сделал? Он взял, сделал жребий. Он положил 70, взял 72 листика. И он оставил два пустых. И все начали тащить эти листики. Значит, кто вытащивал полный листик, он становился старейшиной. И двое, которые вытащили пустые листики, они, значит, без обид, значит, это с неба, это жребий. То есть, этот метод, который в Торе упоминается. Маше Рабейну не хотел никого обидеть. И в ситуации, когда вот полностью все равноценно, иногда бывает так, что... С жребием, то есть, жребий это от Бога. И, значит, я тоже иногда так делаю, когда не понимаю, как поступить, то мы иногда вот с женой советуемся вначале, ходим там, крови нам разным советуемся. И, значит, после этого, после этого, если нет, то кидайте жребий. Это тоже нормально. Пусть Бог покажет, куда двигаться. Все. Мы сегодня изучили два отрывка. Первый отрывок о том порядок приоритетов, как радовать всем удачи и успехов. Прекрасного охорожения.